Начнется совсем скоро. Ну что, Немига по-прежнему в статусе фаворита. Я думаю, что первая игра только подтвердила это, что они даже, несмотря на средненькое такое начало смазанное, все равно могут... Я думаю, что да, скорее всего так и будет, даже вот когда у нас будут коэффициенты там уже за пять, скорее всего, перевалят где-то так вот. Ну, на префлопе, как любит Кристал говорить, потому что, ну, первая карта пусть и не самая, наверное, уверенная была, но все же, как только они собрались с пятером, очень быстро она закончилась, буквально за две драки. Посмотрим, что будет здесь. Здесь уже мы видим, что снова Висп не в бане, и этим пользуется Немига в очередной раз, и теперь забирает Шторма под этого героя. Как минимум, а как максимум, у нас все еще есть опция забрать того же Рейзера. Ну, как минимум, действительно, есть с кем играть. В принципе, можно играть со Штормом чуть ли не всю игру. Ну да. Но Шторма, опять же, конечно, для Шторма пак, наверное, не самый приятный герой здесь в оппонентах. Ну, как раз под Виспом, если на тебя ставится Дрим Койл, там даже прыгает Марс, Висп может тебя захилить, дать возможность пожить, и можно на Шторме сыграть поагрессивнее с таким суппортом, зафармить быстрый Сайленс и начать убивать. Тем более, что как только Шторм получает Сайленс, он пак вообще стирает. Пак же сейчас играет без Юла. Ну да. Через Вич Блейд с Инжин Кайю и страдает очень сильно. Так что пока что выглядит как суперлегкая для Шторма, и даже со средненьким началом он здесь смотрится здорово. А если начало будет хорошее, так вообще. Марса он не сильно боится, Пака под Виспом он тоже не сильно боится, и сам при этом делает очень много всего. Ну, конечно, целью номер один для него могут быть при этом еще и суппорты какие-то дохленькие, дрябленькие. Интересно, какого кэри заберут под это все. Ну, пока не ясно. Ждем баны, в любом случае. Я смотрю, избавляется у нас Немига, опять же, от лучшей комбы, наверное, на линию для Марса. Это Феечка отправляется в бан, пока по мете забанили спиритбрекеры Вивера. На всякий случай избавились от этого злосчастного тренд протектора, который на прошлой карте вообще не давал пушить нам. Это мы видели, как нас сложно было сломать один вышку сверху ребятам из команды Немига. Неприятный был герой, да. Ну, а здесь пока что полностью метовый бан-лист, я бы сказал так, от команды Назер Тим. Забанили Лайфстилера, который неприятный был на прошлой карте, просто ВК, которого часто берут Луну. Ну, то есть пока все по мете. Кунг, Бисмастер и Найс Сталкер. Найс Сталкер просто забанен был по той причине, что он крайне неприятный герой в целом на троечку, да, который вырезает всех, бака закрывает сильно, да и любого раскастера. Так, а здесь Бэйн, опять с Бэйн у нас та же пара суппортов, решили ничего не менять. А вас зачем, если работает, как бы, логично же. Линию кое-как Бэйн стоит, может и четверкой быть, и пятеркой, есть зацеп. Урона здесь магического уже очень много. Просто на кэре добавить какую-то физику и на тройку плотного, какого-то еще героя, вариантов масса. Сейчас посмотрим, вот Фантомка появляется, нужно подумать, какого героя можно забрать против этого персонажа. Фантомка под Гримм Стролком, да нет, наверное, какой-то другой герой появится. Гримм-то можно на четверочку, в принципе, под Марс опять же отправить. Можно ли бы Фантомку Гримм оставить, не знаю. Смотри, замедление Скортика. Инксвелл, прыгаешь, да, можно делать Фантомку. И потом еще и добить первым с пылом. Мы даже вчера вот эту линию видели. Но тут разные варианты есть, на самом деле. На линии можно сыграть поаккуратней. По игре можно подумать о том же Бладсикере против Фантомки. Хотя, конечно, с Гримм Стролком комбинация довольно лютая на линии. Опасно за Бладсикера. Я имею в виду Бладсикера тройку просто. Угу, я понимаю. Ну, а с Легионка очень много захила будет у команды Немига. Очень много подсевов будет, как минимум. Плюс халявный Блэкинг Барв с появлением Шарада тоже приятно. Да и просто Легионка против Фантомки более-менее стоит. Да. Это как? Она пойдет на линию с Виспом. Если атака идет в Виспа, как только прокает Инксвелл, Легионка нажимает пресс за атаку, и Висп спасается. А если же в Легу прыгают, то Висп просто стоит, ее и хилят. Да, и плюс, как только ты выходишь из контроля, разворачиваешься, кидаешь на себя пресс за атаку, под Виспом, под невероятной скоростью атаки, начинаешь драться с Фантомкой, прокает моментов кураж, и ты, скорее всего, ее убиваешь. Потому что Фантомка вначале крайне слабый герой. Вот и все. Как-то так. Остается суппорт для Марса. Если, конечно, они не решат поставить линию Марс Гримстрок, что вполне себе... Может быть, все еще может быть такой расклад здесь для команды Назар Тим. Здесь пока что избавляется от всех кандидатов под Виспа, но тут как бы все не перебанишь. Вот как тебе Дизраптор? Вот смотри, он же против Шторма, против Леги. Лега не может уже так пресс за атаком подсейвить. До Шарта, во всяком случае. Против Виспа того же можно прилететь и закроет. И как раз-таки на линии... Дизраптор звучит как план, на самом деле. Но, видишь, банят немножко другие герои. Забанили у нас Сайленсера, который тоже может доставлять проблем. По игре много, особенно если вы начинаете атаковать. Он тут закрывает прямо Легу и Шторма. Любая атака, ты нажимаешь одну кнопку и все. Ты уже не хочешь драться, ты вынужден разворачиваться и пытаться убегать. Вот. Что будет последнее забанено сейчас под Виспа? Ну, неужели на второй карте подряд проигнорируют Рейзера и Рейзера не возьмут ни мига? Да, здесь он отлично залетает на самом-то деле. Ну да, против Фантомки. Кэрри Киритича основные это Кунка, это вот Лайфстиллер их забанили. То есть двух оффлейнеров дальше ВК. Спасибо, спасибо большое. А то я уже подумал бы, что что-то не так уже с этой игрой и как-то несправедливо игнорируют этого героя. Какие есть еще варианты для Кэрри-героя? Для Кэрри под Виспа, да и гирокоптера, не знаю какого-нибудь как варианта, почему нет. Здесь. Можно из таких метовых подумать. Что у нас есть еще? Против Фантом Ассасин. Слушай, какая-то Медуза, знаешь, выглядит. Медуза была забанена на прошлой карте, но, кстати, да, Медуза тоже более-менее вариант. Просто взять Медузу и пусть там все что угодно пытаются делать. Тем более, что здесь под бафом Леги нужен как раз такой статичный персонаж. Гримстрока Медуза вообще не боится. Марса. Ну, Марса сколько-то боится, но есть с чем справляться во время арены. В принципе, арена это не панацея, это просто хороший спелл против Дузы. Фантомке очень тяжело до поры до времени, пока она там совсем взрывным уроном не начинает обладать. Ну что, масса вариантов. Любой могут выбрать себе Немига, а Назар Тим выбирают себе Суппорта. Ну, сейчас нужно увидеть линию, во-первых, для Немиги, потому что нужно понимать, против кого стоять придется с Марсом. То есть, какой второй Суппорт будет. Сейчас останется буквально пять секунд, и мы узнаем. Так. Ииии. Это Шадоу Демон, да. Дополнительный такой подсейф против дуэля, против Финс Гриппа. Ну, кстати, хороший Шадоу Демон здесь герой. И опять же, даже если Медуза появится, усиление иллюзий дополнительное. Какое-никакое будет. Ну, слушай, это Шадоу Демон похоже для Марса. Все-таки на четвертую позицию. Тоже сильная линия. Да, Грим пойдет с Фантомкой стоять. В принципе, это логично звучит, поэтому нужно сейчас придумать себе героя, который не особо боится Марса ШД. Но времени, мы видим, у Немиги очень много в этот раз, в плане того, чтобы подумать, что забрать. Медуза — это хороший вариант. Если отложить ее, что еще может появиться такого интересного? Может быть, может быть, какой-нибудь Урса, как вариант, который может драться вполне себе, и который может собрать себе МКБ также по игре. Урса Висп? Ну, я просто под Виспа смотрю. Еще было такое вот, что приходит на ум, помимо этого всего, персонаж, он вылетел прямо из головы после того, как я Дузу предложил. Стрелок, милишник, что ты хочешь больше? Вот в чем вопрос. Ну, просто милишникам сложнее добираться, разве что. Дуза. Да, все-таки Медуза. Ну, хороший вариант. В принципе, опять же, под бафом Виспа, под бафом Леги она здесь моментально может сломать. Она хорошо фармит, быстро она берет хороший темп, линию более-менее постоит. Ну и, конечно, Мидгейм здесь за Айнкрадом. Именно он будет тем персонажем, который должен будет под Виспа делать нереальный импакт, убивать Фантомку до БКБ, всех героев. Хотелось бы, но против него здесь много неприятных вещей есть. Как минимум Саленс, который можно словить, как минимум Пак, который тебя может ультимейтом закрыть и так далее. То есть тут нужно выжидать именно тот самый момент, когда можно ворваться, когда нельзя ворваться. Потому что если ты оживешься в каком-то моменте, скорее всего, умрешь очень быстро. Да, играть как-то агрессивно, но при этом осмотрительно. Ничего себе. Несмотря на то, что даже на первой карте не мига победили, не такой разгромный коэффициент, как был до начала, это 4.7. А, это потому что это на карту, видишь как. На серию нету, да. Да, на серию, скажем так, мне кажется, был бы еще более разгромный. На карту достаточно большой для начального этапа, где еще нет никакого преимущества. То есть драфт, да, неплохой, но 4.7 это очень-очень жестко. Ну, вот сейчас мы посмотрим. За второй картой, я думаю, что не мига уже разогрелась. И как раз-таки вот сейчас первые минут 20 в этой карте должны пройти более-менее спокойно. Может быть, разве что Шторм будет доставлять какие-то неприятности. Ну, а дальше слово за Медузой. И Медуза как раз-таки, если у нее хорошее начало, после 20-25 идет и просто ломается. И это да, но я бы еще посмотрел с большим удовольствием, как там дела сложатся на линии с Фантомкой. Потому что Фантомку могут вначале и подгнобить здесь, как по мне. Потому что все-таки против нее будет стоять Легионка. Не самый, наверное, приятный лайнап для нее. И если тебе реально не дадут фарма, набрать свои арты будет сложновато. Да, то есть мы говорим про то, что Дуза на хорошем темпе будет опасной, даже если у Фантомки будет хороший темп. Потому что она не успеет. Но если Фантомки еще и собьют темп, и у Дузы будет много, а у Фантомки мало, это вообще будет невозможная игра. Ну, то есть Фантомка без слотов здесь вообще ничего не сделает. Так зачем она вообще нужна без слотов здесь? Да, она никак до них не доживет. И только останутся какие-то теоретические шансы. Ну, все в руках Марса, все в руках Пака, за которыми начальная игра, которые как раз-таки должны будут за счет своих ультимейтов, за счет своих спылов, действовать так же активно и агрессивно, как тот же Шторм. Единственное то, что не хотелось бы, конечно, вот такую пассивную карту видеть, как у нас была прошлая. Потому что мы там буквально 25-27 минут не видели ничего. Ну, то есть какие-то минимальные там стычки были, но у нас первая десятиминутка закончилась тем, что был счет 2-1, если не ошибаюсь. То есть, ну, это очень мало. Три фрага всего лишь. Ну, это как следствие того, что Another Team не особо атаковали, а у Radiant был Axe, которому нужно VG Blink, а это минут 20 он все это фармил. Life Stealer тоже разгоняется очень долго. То есть ему как минимум нужен армлет, ему нужны фейзы, и после этого еще что-то по-хорошему добрать. Если я правильно помню, он вот где-то в момент, когда он Скади купил, начал нормально... Ну да, что-то такое уже полезное начал делать для своей команды. Это правда. Ну ладно, я смотрю, Смог был уже разбит от ними и отправляются они вперед. Там пак пошел вперед. Также Vision, видимо, расставлять, судя по тому, что у него есть там два вардика. Ну, виз покажется быстрее. Оп. Очень быстро сюда не бежал, поставил. Все, и увидели, кстати говоря, что-то, наверное. Да, сейчас могут попробовать что-нибудь придумать, не мига, наверное. Ну, как минимум, я бы на самом деле пока ничего не делал, а когда вот уже все разойдутся, аккуратненько сюда пришел и наверняка добил этот вард, потому что сейчас это сделать может быть проблематично. Там поставишь в центре, кто-нибудь поставит в ответ, точнее, в ответ команда соперника заденает свой вард. Ну, слушай, они все-таки идут рисковать. Ну да, вот они поставили в центре, в центре, и сразу же вард забрали. Окей. Ну, плюс денежки для ванскора, получается, да? Да, да. И вот думают сейчас, думают сейчас, кто же, где же, как же они заметили. Наверное, вот они поставили сюда вард, думают, рейденты. Сейчас как они сами... Ну, тут сейчас драка за руну будет еще плюс, но снизу сложновато здесь будет выйти. Ванскор на страже спрятали, правда, его, но баунтируну забирают. Именно здесь себе, точнее, две даже забрали. Поэтому фантомка не смогла своровать. Ну и два-два. Доминик тоже две подбирает, которые слева. К нему никто не пришел. В принципе, начало равное, за исключением вот этого варда поставленного. Также поставили центряк рейденты на блок спауна шторму. Это стандартная абсолютная вещь. Блочить маленький спаун для того, чтобы он там не подфармливал. А, и тут везде все заблочено. Короче, игра вардинга. Очень много этих нюансов мелких. Попробую за всем устанавливать. Ну, давайте смотреть, что по линиям. Снизу у нас легионка под висбом. Можно спокойно тут фантомочку на первом левеле избивать. Мы видим, что уже лица нет в фантомке. Увы. И с каждым левелом все сложнее и сложнее будет здесь стоять. Потому что урона будет просто больше у ребят с команды Немига. Вряд ли сильно здесь сможет грим помочь как-то в этом клане. У меня насмешал немного никнейм Дарк Лорда. Точнее, приписка. Чисто для доты. Отличная приписочка. Сейчас все... Это актуалочка, я бы сказал. Все уже набирают. Уже набирают. Все написывают. Так, актуалочка. На Доминика там может быть нападение. Доминик хорошо. Ван Скоро его бодиблочит здесь, но нет. Просто пробили его. Окей. Да, на Киритич тут просто будет стоять. Вот очень похожие для него матчапы. То есть тогда он играл на лайфстиллере. И, в принципе, не нужно было никуда рыпаться. Спокойно стоишь. Не самый убивающий субпорт. У тебя и здесь тоже самое. Самый главный фарш. И стаки. Конечно, стаки, которые будут делаться под эту медузу, очень-очень важны. Стаки должен будет делать Хеван, который пока что играет с Легой. Но интересно, какой билд у Леги. Вот она гантели накупила, да? Не будет ли какого-то быстрого Helm of Iron Will, например? Ну, как многие предпочитают себе брать. Да. Нариген. Ну, пока непонятно. Пока это остается тайной. Это же супер жестко. По крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим инвентарь. Что, Занвана? Ну, у него там гантели были, насколько я помню. Вот это... В чем смысл вообще этой темы? Так делали, кстати говоря, те же LGD даже на NTA. И за счет этого выигрывали там несколько игр. Ну, как минимум, одна была точно. Ты берешь... Ты ничего не покупаешь толком. Значит, посмотрим здесь нападение на шаттого демона. Да нет, не забрали его просто. В общем, ты покупаешь много артефактов. Ты не покупаешь много артефактов. Вставляешь много денег. Потом на первые деньги берешь шлем. С этим шлемом что ты делаешь? Ты с этим шлемом вымакшиваешь пассивку. Просто стоишь. Тебя вдвоем не могут прогнать. Ты, в принципе, никого не убиваешь. Твоя задача просто стоять на линии, получать экспу, добивать крипов. Ты стоишь, а твой суппорт может делать все, что хочет. Он может пойти постакать. Он может пойти там, я не знаю, всем чему угодно заниматься. И это очень круто. Не говоря уже о том, что, в принципе, ты можешь... Вот мы видим здесь другой билл. Немножко по-другому решил поступить. Ой, в миде Айнкрад. Айнкраду больновато. Здесь, конечно, факт поддушивает. Уже вторую, кстати, карту подряд. Смотри, Курьер. О, привет. У тебя фантом есть. Это, скорее всего, Курьер с колечком. С колечком должен быть для регена хп. Это вопрос контроля Курьера. Кстати, его сейчас могут забрать. Его могут забрать, там Вис пошел, да? Ты бы еще его через фонтан вражеский отправил. Это вообще жесть. Траектория максимально странная. Ну да, я могу понять, Фантомка это нормальная практика, когда ты отправляешь Курьера в потайную лавку свою, потому что ты до вражеской физически не можешь дойти закупиться. Что поделать? Потом просто райдкликом. Ну и вот ты будешь сейчас страдать без регена на линии стоять. Ой, жесть. Конечно, да. Это, то есть, вот все слышали, что я озвучивал про то, что Лего может взять. Но здесь немножко обратная ситуация. Лего здесь такой билд не взяла, но у нее все равно все неплохо. Потому что у нее есть ее пассивка замечательная, которая она все равно отхиливается. Плюс у нее есть Виск, который подходит нападение. Кириточ, нападение. Кириточ, стыки прожал. Два стака яда на нем, три стака нет. Конечно, без шанса. Еще ванскор. Сейчас погибнет ванскор. Вот и меня. И меня в таверну, ребят. Я тоже хочу даблкил. Даблкил для шадоу демона. Неприятно, что не для Марса, но все равно очень хорошо на верхней линии начинается сноубольчик. Так вот, зачезанный ван все равно будет стоять достаточно уверенно под виспом и со своими раскачанными пассивками. Но суть в том, что фантомка еще и взяла такой билд, вместо того, чтобы взять какой-нибудь там, знаешь, там, блайтстон, орбов корожен, там, ботинок, она взяла кольцо. И теперь это кольцо еще и умирает. То есть у нее ни регена, ни атакующего потенциала. А еще не подобузили боттл для Экрада. Подобузили? Ну, вис прилетел просто, захилил. А он с фонтана прилетел? Я, кстати, не уверен. Я не уверен, что это с фонтана. Поэтому, наверное... Все, завалил. Простите, был неправда. Ладно, в любом случае. Возможно, кстати, тоже последние абузы боттла мы наблюдаем. Кто его знает. По-хорошему бы эту фишку, конечно, убрать. Ну, не знаю, по-моему, нормальная механика. Она просто слишком долго уже. Чисто, знаешь, пусть придумают что-нибудь новое. А абузы боттла мы там... Знаешь, не обузили долгое время. Эта фишка же появилась не с самого начала. Да, какое копье здесь залетает от Доминика. Но, скорее, оно больше защитное было, чтобы просто откинуть это. Тогда нормально. Я бы на самом деле, знаешь, что добавил? Свитки встроил как способность каждому герою. Чтобы вообще не покупать. С таймером, да, как вариант. Ну, есть мобы игры с такой механией. Ну, я к тому, что просто есть моменты бывают... Ну, это важный момент, но с другой стороны, когда некоторые профессиональные игроки забывают себе ТП покупать. И там это сулить, что бараки забирают. Или там еще и трон могут забрать за счет того, что нет ТПшки и так далее. Так, тут пак потратил аргу. И сейчас может быть очень больный Моингс, Вэлл, срабатывает. Но забирает его Висп. Да, опять пак не осмотрел. Ну, это еще не конец. Опять нападение. Грим могут забрать. Да, Гримстрок, скорее всего, погибнет. Не должны его здесь отпускать. Еще буквально парочка ударов. И Гримстрок отправляется в таверну. Ну, слушаю, Фантомке на линии все хорошо. В любом случае, несмотря на то, что там Курьера забрали с колечком. То есть, в целом, Фантомка свой фарм имеет. Ну, как и Легион Командор, с другой стороны. У нее вообще топовый Нетворс на данный момент вообще в игре. Самый рискованный момент — это даже не это Лего с огромным Нетворсом, а Шторм с топ-2 Нетворсом, который только что под Арканруной забрал пака. Забрали еще одного. После этого пошел, профармил все. Арканрун только сейчас у него заканчивается. Можно сейчас восполнить ресурсы и наводить шорох уже на карте. Причем ему даже не нужно же ждать какие-то кулдауны. У него ничего нет такого с глобальным откатом. У него все спыла откатывают очень быстро. Ну да. Но, в любом случае, вторая карта поувереннее смотрится уже в исполнении команды Немига, нежели первая. Они уже тысячу голды лидируют, несмотря на то, что сверху был у нас даблкил в пользу команды Назер Тим. Вот Марсу этот даблкил нужен был. Шаду Дима забрал даблкил, у него 800 Нетворса. Марс бы забрал, у него сейчас было бы 3000, он бы с аренами пошел месить всю карту. Ну или мог бы хотя бы пойти атак. Сейчас Шторм ждем, куда придет. На мид. Просто на мид. Полетел. Ну, такое. Шторму бы поаккуратнее быть. У него, конечно, за спиной Висп стоит. Мы понимаем, что его, скорее всего, подсейвит, если что, как-то захилит. Но там Висп без релокейта, поэтому... Не стоит, наверное, так вот наглеть. О, Fairy String, это отличная темка для Шторма, выпадает. Медуза ее там выбивает из леса. Можно сейчас будет передать. Так, за Чизнан опять сломал микрофон. Да хватит уже. Voice again. Может быть, он ломается от того, что, знаешь, есть такая штука, как перегруз микрофона, когда ты громко кричишь в него. И он просто ломается из-за этого. Нормально. Рукой задел просто. Ладно, бывает. Да, был у меня просто случай. Я как-то кометил где-то в каком-то ТЦ, нас позвали Доту с Дашей кометить. Мы сидели и там не могли долго настроить микрофон, не понимали, что происходит. А там, короче, если эту штуку поднимаешь вверх, он выключается, и то есть тебе не слышно вообще. И чтобы он заработал, тебе нужно вот до конца опустить вниз, до щелчка, короче. И тогда он разблокируется, типа, час, часа полтора, дрова устанавливали, вот это вот все, пока не поняли, что работает примерно так. Возможно, он просто задел рукой, и я к тому, что у него выключился, вот эта защелочка выключилась. Это классические ситуации в жизни, когда там не включаешь в розетку или что-то подобное. Да, это самая актуалочка, это, наверное, для владельцев ноутбуков, не каждый знает, что есть такая кнопочка на ноутбуках переключить Wi-Fi. Ты можешь выключить ее и заблокировать Wi-Fi, ну то есть ты не будешь подключаться. Многие не знают, что если есть кнопку, можно случайно задеть, особенно на Asus. О том, что там... И приходят, некоторые обращаются в всякие специализированные центры, типа, у меня Wi-Fi не работает. Я смотрю тебя сегодня не только Logitech, но и Asus, ты бабла за рекламу на официальной трансляции. Обращайтесь к Александру, он беспалево, типа, так, отведет разговор в сторону и нативочка проскочивает. Нативочка, нативочка, да. Ну а что делать? Хочет жить, умеет вертеться. Да, да, да. Так, ладно, у нас тут ситуация вообще не самая благоприятная. Фантомка ушла уже леса выфармливать, но без БФа фармить она будет их достаточно долго. Вот, у Медузы с этим получше дела обстоят, как правило. Медуза, тем более, в Миде стоит на линии, продолжает фармить. И вообще какой-то... На Кириточа напасть, я не знаю, что это за смог вылазка какая-то непонятная была сейчас от команды Назер Тим. Кириточа плохая цель, он уже слишком прочный. Снизу запирают вышку. Я бы сказал, что Коры как-то слишком сильно просели, пока мы тут занимались... Интеграциями. Интеграциями, да, беспалевными. Ой-ой-ой-ой, да ладно, неужели настолько все плохо, винлайн? 7.5 уже на Назер Тим и 1.05 на Немигу, ничего себе. Ну, вообще, да, довольно плохо. Как мы видим здесь, Лего слишком сильная, Медуза сильная, Шторм сильный. Все Коры Назер Тим просели. И что самое главное, Шторм еще может летать, продолжать развлекать. Супер-быстрый Блэйд Мэйл до Блинка от Зачу Син Вана. Вот такой вот выбор он делает. Интересный, кстати. Пришел, что Блинк пока рановато куда-то там ходить. Возьму Блэйд Мэйл, а там уже докуплю. Ммм, да вроде не самая плохая идея. Да, Блинк это, конечно, классно, мобильность. Но это примерно такое же количество денег, которое тебе, ну, только мобильность и дает. А, по крайней мере, БМ тебе демиджа прибавит. Килл потенциала, наверное, больше даст. Тут арена, что ли? Арена была потрачена, судя по всему, да. Потому что я видел остатки арены, которая рассыпалась. О, она давно была потрачена. Это она просто здесь. Такое, кстати, в Доте довольно часто бывает. Пока камеру не наведешь. Она там... Слушай, Ванскор затаился здесь. Но Ванскор без ультимейта. Он просто экспу, видимо, пытался получать. Он вряд ли что-то сделает. Наверх перетяжка есть от команды Назар Тим. Ну и от ними тоже. Ну, слушай, под вышку пойдут? А, бак в инвизи. Бак здесь, да, готов врываться. Есть перетяжка прямо сейчас от Легион Коммандер. И Шторм полетел. За баком. Охота. Пака поймали. Он успел поставить Дримкоил, правда. Да, арены нет у Марса. Помочь ничем. Пытается убежать отсюда. Гримстро кидает на себя Инксвелл. И получает дуэль. Скорее всего, это первая выигранная дуэль будет для Чузен Вана. И атака от команды Назар Тим провалилась. Полностью. Да, такой медленный убийца с ложкой от Легионки. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит. Бежит, бежит. Бежит, бежит, гонится очень долго. Ну, слушай, забрали же, забрали. Забрали. Атака наверх провалена. В миде при этом Медуза еще и пофармила, побила вышку, уходит на треугольник и еще сильнее отрывается от Фантомки. Пока что все достаточно грустно. И вот к 20-й минуте прогнозируемой, когда Дуза должна будет выходить, у нее прям все слишком круто будет. А у Фантомки как раз там БФ только-только начнет работать. К Ванскор. Ванскор пошел расставлять Вижен во вражеский лес. На всякий случай, чтобы контролировать передвижение Фантомки, наверное, в первую очередь. И смотреть, кто где фармит. Потратил сейчас. Я думал, Шторм на него прыгнет. Слушай, Ванскор пока не поставил. Он поставил только Сентри. Вард он не ставил. Пошел дальше. Его сейчас там может найти Шадоу Демон, по идее. Или Ванскор найдет Шадоу Демона, не знаю. Ванскор. Копает. Спрятали. Перетяжки никакой нет. Окей. Ванскор мог попробовать сейчас атаковать под перетяжку Виспа. Но Висп находился далеко от Шторма, и они решили, что не будут перетягиваться. Сверху может быть драка, потому что там 3 на 3 сейчас будет столкновение. Пытаются в вышку все еще забрать. Дуэль пошла под Блэдмейл. Неплохо. И врывается Шторм. Нужно забирать Марса. Марс погибает, но бонусного урона не получает. Чузун Ван, но зато получает ультимейт. Пак от Ванскора. Это минус 2 от команды Немига. Хорошая контратака очередная. И сразу же на релоките в мид. В миде тоже проблемка Шадоу Демона. Шадоу Демон сейчас погибнет. В миде. В миде умирает Шадоу Демон. Айнкрат делает трипл килл. В миде умирает Арксервер. Ну и ладно, там не страшно. Ну просто с релокейтом вернулись обратно. Вообще на самом деле вопрос хороший. Что там осталось делать Шадоу Демон один? Ждал виспа. Ждал виспа, да, возвращение. Медуза при этом фармила низ. Я смотрел на самом деле больше на нее даже. Она там до тер 2 прогулялась, вернулась. Сейчас зачистила вражеский лес. Опять на треугольничек уходит. Причем по таймингу она уходит на треугольник, что она сейчас его форманет. И после этого там опять ряснутся крипы. Все прям очень хорошо складывается. Да, огромное уже преимущество по меркам 13 минут у Немиги. 6 тысяч они ведут. Огромная Медуза. Фантомка все еще не дофармливает. Шторм полетел на ванпост и душит там Гримстроука. Да, да, да. Но это мы узнаем в следующей серии. Это, знаешь, система антиспойлер. С того, что происходит на карте. Да, тут уже начинаются такие глобальные убийства. В миде Виспа могут... О, не Виспа, а Пака поплавить. Но Саленс успевает накинуть. Паку больно. Паку больно. Арена от Марса на развороте. Но здесь Челзен Ван. Не хватает демажа, чтобы забрать Виспа. Пак успевает уйти в шифт. Успевает отсюда уйти из-под фокуса. Улетает Висп. По идее, дуэлька выигрывается за Челзен Ваном. И какой же демаж залетает Шаду Демона. Шаду Демон еле ноги уносит. Приходит сюда драться уже и Медуза. Сюда также перетянулась и Фантомка. Непонятно только зачем. Чем она поможет? Челзен Ван превращает себя в хрюшку и просто убегает. Ну и на этом все. Это сменная игра. В итоге только Марс погиб. Но на самом деле преимущество, конечно, огромное. Там Челзен Ван уже затаился, готов ворваться. Но вышку потеряют в любом случае. В любом случае здесь парни из команды Назар Тима. Это уже неприятно. Жмите тем более. Там МКБ я видел краем глаза у Медузы. В Квикбай вроде как планируется. Поэтому Фантомке здесь тоже будет непросто по игре. Просто ты сказал про систему антиспойлер. И у меня такая кулстори вспомнилась, что в Доте недавно, 21 января, была игра в Европе, где ЛТВ за 26 минут, играя на Медузе, умудрился умереть 16 раз. Я нашел эту игру, случайно, чисто случайно, лазая по рекордам. А потом она исчезла. И я начал смотреть, что же происходит, почему она исчезла. Нашел эту игру еще раз, попытался в Доте ее открыть. И мне написала Дота, что данные, типа, отсутствуют. Видимо, игра удалилась из Доты. Ой-ой-ой, Доминик. Доминик очень больно здесь. И дуэль очередная от Челзен Вана выигрывается. Там еще и поймали Гримстрока. Причем изначально нападение планировалось на самого Челзен Вана. Мы видим, что просто как-то неуверенно пошли вперед на Азартим. Не смогли его забрать. Пака где-то забрали. Медуза. Медуза вместе с кем-то, видимо. Вместе с Ванскором, скорее всего, под ультимейт расстреляли пака. Иначе я не представляю, как бы могли поймать. Да-да. Что-то прям вообще разнос тотальный. 2-10-9 тысяч перефарма. Это много. Шторм полетел РС. Да, здравствуйте. Фантом Акзасин. Извольте остановиться, если провожу вас в таверну, наверное. Кто-то за ним выехал. Там сзади еще команда выезжает Айнкрад. Перехват. Перехват будет прямо сейчас, потому что здесь спрятали Челзен Вана. Айнкрад сам врывается. Могут забрать Шадо Демона. Шадо Демона забирают. Пытается Виспа зафокусить. Неудачно. Копье залетает. На пресс за атаку. Вис килется. Арена Марса тратится. Фантомка прыгает в арену подраться. Ну и сразу же убегает из нее. Но как-то не очень уверенно действуют здесь парни из команды Назар Тим. Виспа, наверное, заберут. Дремкоил еще посадили Челзен Вана. Челзен Вана тоже могут забрать. Копье залетает очередное. Челзен Вана подслипил Ван Скор. Но нет, не спасает. Это, к сожалению, Ван Скор еще могут забрать. Ван Скор тоже погибает. Даблкил делает Фантомка. И драка внезапно складывается в пользу парней из команды Назар Тим. Да, неплохо. Но они отыграли слишком мало. Было 10 тысяч, осталось все равно 8. Ну, 2 тысячи, да. Ну, хоть что-то, слушай, с другой стороны. Опять же, Фантомка неплохо там нафармила за эту драку. Нужно еще 2-3 драки, чтобы вернуться. Ну, а знаешь, учитывая, что это не Мига, учитывая, что это СНГ Дота, все может быть. Все может быть. Да уж. Так что нельзя на 100% исключать такого разбития событий. Фантомчике нужно побольше набрать. 7300 маловато. Да, да, Фантомка отстает, и правда. Но опять же, за счет того, что БФ немножко подзадержался. И, ну, БФ это только начало пути для этого героя. Но Медузы все-таки с этим попроще, да, в плане фарма леса. Ты просто идешь там и сплитшотом расстреливаешься направо и налево. Честно, что дальше будет делать? Наверное, хочется пораньше здесь БКБ, потому что у Леги уже Блэйд Мэйл. И если собрать Дизоль, можно просто... Ой, Ланскор, он один, а нет, уже не один. Уже не один. Доминик погибает. Слишком сильная макро получается у Немиги с этим виспом. Слишком хорошо играют относительно соперника. И уверенно забирают здесь. Так, Чузен Ван хотел ворваться, судя по всему. Там в это время Шторм врывается на Пака. Пака забирает чуть выше. Пак. Тоже погибает. Это еще один минус. Ну, тут уже по всем фронтам, если честно, избиение автомата Немига. И дуза снизу. Пушит. Да, ломается вышечка. Реген оставляют на будущее. Здесь грустно смотрит Шадоу Демон, как Ванскор ломает в центре. Ничего не может с этим поделать. Понимает, что пора уходить. И правильно, потому что Шторм уже летит сюда. Здравствуйте, до свидания. Тамблорс тоже не работает, когда у Шторма уже Сайлэмс. Это огромный уровень, не столько мана. Там в лесу сверху тоже драка прямо сейчас. Потому что есть перетяжка. Могут поймать Фантомку. Да, Фантомка убегает. Ладно, ее здесь отпускают. Дизоль все-таки делает. Дизолятор. Дизолятор, конечно, дэмэдж классный. Но, мне кажется, без блокинг... Хотя блокинг бар соберешь, что легче тебе станет от этого. Там два контроля. Я думаю, тут просто нужно и то, и то. И то, и то по-хорошему надо. Вообще, ей до сатаника прям тяжело. Потому что пока нет сатаника. В Блэдмэл убивает себя. Нападение на Паку. Вот тот самый Сайлэмс реализуется. Паку очень больно. И он погибает. Как ты и говорил, Паки сейчас Юла не хотят собирать. И вниз сразу же Шторм полетел. Да, тут все. Просто избиение по всем фронтам. Доминик. Тарата. Погиб. Да. Все, Доминик погибает. Очень много урона от Шторма. Айнкрат красава. Он должен был разваливать эту игру. И, в принципе, он со своей задачей справился. И как раз теперь слово за Керитичем. Он должен базу сломать. А он пока не хочет. Пока, да. Пока пофармит еще. Я думаю, что на Рошана сходит, наверное, и Мега перед этим ходить на ХГ. Плацтол. Это все. Тут еще и дуэль сейчас будет на Фантомку. И да ладно, соло килл, что ли. Это соло килл от Чулзен Вана. Но это все уже. Это же Фантомка. У нее столько уродов. У нее только у меня ТКП. И поэтому она как раз страдает очень сильно. А еще и сама Легионка набрала уже дуэли достаточно много урона. И Керитич. Керитич ломает Т2. В миде в это время там Ванскор пытается кого-то подконтролить Пака, например. Пак сам нападает, но урона маловато. Ванскор там спокойно впитывает. Сюда уже Керитич бежит с Тонгейзом. Сюда прилетает Висп. За хилл пошел. Ванскор пловый. Никто не пострадал. Разве что только потратили ультимейт Медузы. Там Аркин Руны, кстати, сверху лежит. Можно было бы еще забрать. Керитич уже задетектил, похоже, да? Да, да, да. Пошел за ней. 15 зарядов. Где-то 3 заряда увеличивают на 1% урон со спелов. Получается, что где-то вот сейчас на 5 ему Бладстоун увеличивает. За счет зарядов. Плюс в Эмбрейс, который увеличивает еще. И суммарно Шторм прям смотрится очень сильно. Еще и 12 тысяч Нетверс и гигантский уровень. Да ужас, там МКБ уже готовы. Если что, Медузы. Как Фантомке драться, вообще непонятно. И как вообще всем драться здесь, непонятно, да. А Эггис сейчас появится. Он скоро ждет, 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 когда кто-то выйдет. Ты под релокейт, может быть. Не зря ждет, туда Фантомка идет. Так, и Лего летит. И сейчас Фантомочку. Правда, Лего тоже ждут. Ну, Фантомочку подслипали уже. Арена плохая от Марса. Фантомку заслипали. И в 2 ультимейта просто Фантом Асоси убирает. Так, успевает дать дуэль перед Копьем. А тут без релокейта врывается Айнкрат. Да ладно, ГГ, уже все. Это не фейк даже, ГГ. Ну а что? Тут, по-моему, вполне понятно, что это полный разнос. Да, как-то быстро и внезапно закончилась игра. Ну, что, с другой стороны, так по-хорошему должна была заканчиваться первая карта, откровенно говоря. Просто драфт такой был у Немиги, что они так как-то долго-долго с ним раскачивались. Там пока выформили свои артефакты, вот и все. Но второй карте все было просто предсказуемо максимально. И без какой-либо интриги, увы. Да, реализовали все сильные стороны своего драфта. Абсолютно уверенно прошлись по сопернику. Медуза фармила, Шторм убивал. И в итоге решили не мучиться. Могли бы еще, на самом деле, пострадать минут 15. Может быть, Немига еще где-то подзалили бы. Ну да, кто его знает. Игра бы закончилась, ну, там, на 35-й, ну, на 40-й, может быть. Но все равно Немига 99,9 побеждали. И не видели никаких уже вариантов для камбэка здесь. Логичная первая серия. У нас сегодня остается еще две. Сейчас будет достаточно большая пауза. Но в 18.00 мы с Александром к вам вернемся. И продолжим комментировать до 2 цел. Продолжение следует...